Привет! Этого приятеля недавно посадили на домашний арест, и теперь у него нет ни приставки, ни плеера, ни других нормальных развлечений. Но он всё-таки нашёл способ не помереть со скуки в четырёх стенах. Кто бы мог подумать, что этот способ окажется таким опасным. Однажды подросток Кейл и его отец-писатель отправляются на рыбалку. Они классно проводят время и возвращаются домой в отличном настроении, как вдруг... Кейл и отец живы, но выбраться из салона они так и не успевают. В машину врезается ещё и пикап, который едет на безумной скорости. Парень с трудом вылезает со своего сиденья и уже снаружи понимает, что второе столкновение его папа не пережил. Проходит год. На уроке испанского Кейл даже не скрывает, что спит, а когда учитель просит его рассказать о планах на лето, не может связать и двух слов. Тогда учитель задаёт ему неприятный вопрос. Что бы сказал твой отец? Подросток оказывается в суде. По закону Кейлу грозит до года колонии для несовершеннолетних. Но судья принимает во внимание трагедию с отцом и решает дать парню второй шанс. Кейла сажают на трёхмесячный домашний арест. Ему выдают специальный браслет, который загорается красным, стоит хотя бы немного отойти от дома. Если попытаться бежать или сломать браслет, домой тут же приедет наряд полиции. И самое ироничное, в составе наряда будет офицер Гутьерес, который по совместительству оказывается родным кузеном того самого учителя испанского. Вскоре после начала своего незапланированного отшельничества Кейл узнаёт, что мама заблокировала его приставку и музыкальные сервисы. Его лучший друг Ронни почти с ним не общается, потому что отвисает с девчонками на каникулах. Парень отвлекается мелкими бытовыми делами, вроде стирки или мытья посуды, но это не особо спасает. Всё меняется, когда Кейл видит свою новую соседку. Парень стоит у окна с открытым ртом и любуется красоткой, когда в дверь вдруг кто-то стучит. Он бежит открывать, но на пороге уже никого нет. Только очень необычная посылка. Кейл поднимает голову и видит, что пранк ему устроила соседская детвора. Ребята уверены, что он им ничего не сделает, поэтому дразнят его. Но Кейл теряет терпение и всё-таки бежит за пацанами. Когда браслет загорается красным, парень торопится вернуться в зелёную зону, но за ним всё равно приезжает Гутьерос. Кейла не арестовывают, но если подобное повторится, ему придётся снова предстать перед судом. Наконец, к подростку в гости приходит Ронни, который вернулся из отпуска. Кейл показывает другу своё новое увлечение – подглядывание за соседями, в частности за одной девушкой. Ронни подначивает друга познакомиться с ней. На следующий день Кейл так и поступает. А меня зовут Эшли. Вечером Кейл смотрит телевизор, где рассказывают про какого-то похитителя девушек на синем помятом мустанге. Позже, уже в своей комнате, он слышит странные звуки подъезжающей машины. Кейл понимает, что это синий мустанг и подходит к окну рассмотреть происходящее. Его сосед достаёт из машины чёрные пакеты и заезжает в гараж. На боку у него большая вмятина. На следующий день Ронни снова приходит в гости к Кейлу. Они выясняют, что обстоятельства пропажи девушки в их городе очень схожи с тремя похищениями, которые произошли три года назад в Техасе. Но тут парни отвлекаются на кое-что куда более интересное. Ронни так увлекается разглядыванием Эшли, что случайно ударяет биноклем об окно. Парни скрываются под рамой, но когда пытаются выглянуть, понимают, что девушка их засекла. Пока приятели паникуют и выясняют отношения, кто-то звонит в дверь. На пороге стоит Эшли. Она, как ни в чём не бывало, интересуется, чем они заняты и предлагает потусить вместе. Ребята не могут поверить своему везению. Вернувшись в комнату, они начинают поспешно её убирать, но Эшли всё-таки замечает бинокль около окна. Девушка спрашивает, неужели Кейл шпионит за соседями. Тогда друзья спешат рассказать ей всё, что знают про подозрительного Роберта Тёрнера на синем мустанге. Девушка насмехается над ребятами, но из любопытства решает всё-таки посмотреть в бинокль. Как раз в этот момент из гаража выезжает мустанг, но вмятины на нём уже нет. Кейл уверяет, что хитрый сосед наверняка просто всё починил. Зато новоиспечённый шпион замечает на стенах гаража странную деталь – черепа лонгхорнов. Знаете, какой штат имя славится? Техас. А из какого штата убийца? Из Техаса. Теперь Эшли действительно заинтригована. Она остаётся у парней в гостях и читает в интернете про прошлые похищения. В какой-то момент Ронни засыпает, и Кейл с Эшли остаются наедине. Они флиртуют и делятся друг с другом деталями своей жизни. Как вдруг в соседний дом возвращается синий мустанг. Да ещё и не один, а с какой-то рыжей девушкой на второй машине. Кейл и Эшли принимаются наблюдать, как разворачивается вечер в доме соседа. Теперь у них есть не только бинокль, но и видеокамера с мощным зумом, которую принёс Ронни. Тёрнер и его рыжая гостья начинают целоваться, и между Кейлом и Эшли тоже возникает какое-то напряжение. Парень даже выгоняет Ронни, чтобы не упустить момент, но… Привет, мам. Эшли торопится домой и закрывает жалюзи в комнате. Кейлу ничего не остаётся, как наблюдать за другими соседями и скучать. Но внезапно парень слышит крики из дома Тёрнера. Он подходит к окну и видит, как рыжая девушка пытается выбраться из дома, а Роберт не даёт ей уйти. Кейл начинает рассматривать сцену через камеру, но в спешке нажимает не на ту кнопку. Через несколько секунд Кейл набирается смелости и снова смотрит в бинокль. И на этот раз видит в соседнем доме лицо Тёрнера, смотрящее прямо на него. Парень отвлекается на звонок Ронни, а когда поворачивается, видит, что рыжая девушка спокойно уезжает на своей машине. Следующим утром Кейл спускается на кухню приготовить завтрак и сталкивается с Тёрнером. Парень начинает паниковать, но тут появляется мама и объясняет, что Роберт встретил её на парковке супермаркета и помог надуть шину. Тёрнер ведёт себя подчёркнуто вежливо, а Кейл отвечает агрессивно. Когда же Тёрнер предлагает его матери поужинать в ближайшее время, парень совсем выходит из себя. Я никогда в жизни не пойду, а мама с радостью сходит, да, мам? Позже Кейл узнаёт, что у Эшли дома пройдёт вечеринка и расстраивается ещё сильнее. Вечером парень наблюдает за вечеринкой в бинокль, хотя девушка попросила его этого не делать. Кейл видит, как его пассия обжимается с каким-то пацаном и косится на его окно. Кейл злится, а потом достаёт на крышу свою музыкальную систему и врубает музыку на всю катушку. Разъярённая Эшли пробирается в дом Кейла через окно и вырубает плеер. Они начинают ссориться. Когда парень упоминает, что она дразнила его взглядами, девушка понимает, что весь вечер он всё-таки за ней следил. И давно? Тогда Кейл начинает оправдываться. Рассказывает, как восхищается её милыми привычками и любовью к литературе. Неожиданно это трогает Эшли, и она целует его. Они идут в комнату Кейла и обнимаются на кровати. Но девушка вдруг отвлекается на странный звук. Ребята подходят к окну и видят, что Тёрнер несёт в гараж окровавленный мешок. На следующий день троица решает провернуть секретную операцию. Пока Эшли следит за Тёрнером в супермаркете, Ронни должен пробраться во вторую машину соседа и открыть дверь гаража. Кейл же руководит процессом из комнаты. Всё вроде идёт по плану, но в какой-то момент Тёрнер бросает выбранную им лопату в торговом зале и скрывается из виду. Эшли роняет телефон и звонок сбрасывается. И когда она снова звонит Кейлу с парковки и говорит, что случилось... Ронни поспешно диктует Кейлу код от гаража соседа, потому что открыть его они уже не успеют. Тем временем сам Тёрнер садится в машину к Эшли и просит перестать за ним следить. Мужчина даёт понять, что знает о делах всей троицы и говорит, что любит уединение. Наконец Эшли возвращается в дом Кейла и рассказывает о случившемся. Парень тут же предлагает позвонить в полицию, но девушка против. Она говорит, что Тёрнер ничего не сделал, а они действительно нарушали его право на частную жизнь. Вечером Кейл продолжает расследование один. Он колдует над видеокамерой и мастерит устройство, которое способно транслировать изображение на его телевизор в режиме реального времени. Раздаётся звонок в дверь. Это Ронни, который дрожащим голосом сообщает, что обронил телефон в машине Тёрнера. Но Кейл только рад. Это отличный повод, чтобы опробовать новый девайс и проверить, что скрывает Тёрнер. Поэтому Ронни отправляется в гараж соседа. Там парень быстро находит телефон, а потом пытается рассмотреть, что лежит в таинственных мешках. Но стоит ему приоткрыть пакет, как камера падает, и дверь гаража начинает опускаться. Кейл видит, как друг бежит через комнаты дома Тёрнера, махая руками. Картина с камеры скачет и в какой-то момент совсем прерывается. Несмотря на браслет, Кейл бежит к дому соседа и пытается открыть двери. Главный вход оказывается незапертым. Но пройти внутрь парень не успевает. За ним приезжает патруль. Парень кричит полицейским, что хозяин дома похитил его друга и пытается его убить. Офицер Гутьерес сомневается, но потом всё-таки просит коллегу осмотреть дом. Они идут в гараж и выясняют, что же скрывается в мешках. Полицейские приводят Кейла домой и говорят его маме, что завтра парню придется явиться в суд из-за второго нарушения. А сосед имеет полное право выдвинуть обвинение. Когда офицеры уходят, мама Кейла начинает кричать на подростка. Несмотря на протесты сына, она решает поговорить с Тёрнером, чтобы тот не заявлял в полицию. Кейл в очередной раз принимается следить за домом соседа. Внезапно к нему на телефон приходит СМС со словами «Посмотри на свой телек». На экране появляется изображение мёртвого Ронни. Но вскоре выясняется, что он всё это время прятался в кладовке от полиции и просто пранканул друга. Ты хоть понимаешь, что со мной сейчас было? Ронни уходит в туалет и ставит другу запись, которую сделал в доме Тёрнера. Кейл не знает, на что смотреть – в окно соседа или на экран. Но когда замечает в кадре странную вентиляционную решётку, всё-таки садится за компьютер. Он приближает изображение и видит что-то похожее на череп. Тёрнер тем временем провожает маму Кейла и оглушает её прямо перед выходом. Кейл понимает, что он только что нашёл доказательства и зовёт Ронни. Но тот уже не успевает подняться наверх, его бьёт по голове Тёрнер. Уже через пару мгновений маньяк оказывается на верхнем этаже и начинает преследовать Кейла. Парень ловко уворачивается от ударов мужчины, выбегает на улицу и пытается сбежать, но всё-таки не успевает. Тёрнер связывает Кейла, заклеивает ему рот и тащит обратно на второй этаж. Там он видит кадры с видеокамеры и рассказывает парню дальнейший план. Сейчас парень напишет письмо Эшли, где признается, что убил своего лучшего друга из-за ревности, а маму из-за того, что она всё время обвиняла его в смерти отца. Мужчина даёт Кейлу ручку и бумагу, но начать писать парень не успевает. Его окликает женский голос и Тёрнер оборачивается. В этот момент Кейл бьёт мужчину локтем и бежит навстречу Эшли. Но живучий Роберт тут же поднимается и берёт нож. Начинается борьба, в ходе которой Эшли удается травмировать глаза маньяка, а Кейлу сбросить его на первый этаж. Пара смогла забаррикадироваться в комнате. Эшли пытается позвонить на 911, но Кейл говорит, что телефон не работает. Ему нужно выйти за границы зелёной зоны. Пока ребята пытаются сообразить, как выбраться из дома, Роберт уже начинает пробивать дверь железной трубой. Тогда Эшли и Кейл бегут по крыше и прыгают прямо в бассейн. Я за мамой. Ты вызывай колбов, ладно? Кейл вооружается секатором и взламывает дверь Тёрнера. В большой комнате он замечает огромный комод и отодвигает его. Там оказывается решётка, которую он выламывает. На его крики никто не откликается. И Кейл решает проверить потайной ход с помощью лампы. Издалека парень слышит странные звуки. Он идёт на шум, по дороге простукивая стены. Натыкается на процедурный кабинет, похожий на комнату в морге. Стол для вскрытия, инструменты, документы пропавших девушек. Тем временем офицер Гутьеррес проникает в дом Тёрнера в поисках арестанта-беглеца и тут же умирает от рук затаившегося маньяка. Кейл отодвигает шкаф с уликами в процедурном кабинете и обнаруживает ещё один тайный ход. Шум, который он слышал ранее, идёт именно оттуда. Парень спускается вниз, осматривает подвал, но внезапно доски под ним не выдерживают и он падает. Кейл оказывается в какой-то жидкости и понимает, что вокруг него плавают тела мёртвых девушек. Парень на исходе сил вылезает из-за подни и продолжает идти на звук. Наконец он находит мать, которая висит на крюке со связанными руками. Кейл обрезает верёвку секатором, но... Завязывается драка. Роберт заносит нож и почти убивает Кейла, но в последний момент его мама берёт какой-то инструмент и протыкает руку маньяка. Парень пользуется моментом и ранит Тёрнера секатором, а потом бросает в воду к другим трупам. Кейл и мама спасаются из логова монстра. Вскоре полицейские приходят к ним домой, чтобы срезать с парня браслет и освободить досрочно. Наконец Кейл может выходить за пределы садового участка, и теперь их роману с Эшли совсем ничего не мешает. Ну, разве что Ронни, который теперь не расстаётся со своей видеокамерой. Пиши в комментариях, чем бы ты занимался, оказавшись под домашним арестом на три месяца без приставки и любимой музыки. А ещё не забывай поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы лучше всех в компании разбираться в классном кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова